Будущее города, будущее страны. В мэрии в одиннадцатый раз названы имена лучших учеников Наринмара. В их дневниках только пятёрки и четвёрки, кроме учёбы в школе, они успевают заниматься спортом, активно участвуют в жизни школы и города, отстаивают честь региона на спортивных состязаниях и предметных олимпиадах в масштабах страны. В мэрии в этот день собрались ненародные избранники и непредставители власти. В конце учебного года главные гости в актовом зале администрации – ученики. Им от 19 до 17. Но в свои годы они уже пример для подражания младших школьников и своих одноклассников. Александр Сесей во второй раз становится учеником года. Первый раз на сцену администрации он поднимался в третьем классе. Спустя шесть лет всё повторилось. Кроме учёбы в школе, Александру удаётся ещё заниматься творчеством и спортом. Занимаюсь спортом, хоккеем. Это основное увлечение. Гитара. Занимаюсь в музыкальной школе. Ещё какие-нибудь дополнительные спортзалы. После школы бывают какие-то конкурсы ещё. Художественное слово. В этом году на региональном фестивале художественной самодеятельности «Молодёжная весна» в номинации «Художественное слово» Александр стал лауреатом третьей степени. А в хоккее команда Александра стала чемпионами города. Как говорит мама девятиклассника Мария Кушнир, главные качества закладываются в ребёнке ещё в раннем детстве. Самое главное – это поддержка родственников. Самое главное – это наши бабушки, которых, к сожалению, сейчас с нами нет, но они большую роль сыграли в нашей жизни. Был малышом, старались, успевали и на лыжах. Одна бабушка с ним на лыжную трассу. Он шесть лет профессионально довольно-таки занимался. С лыжами был первым. В округе гремели, то есть, ну, в своей фамилии уже, да, выезжали на выезды, были и в Мяндаму, и в Мурманск. Благодаря своим родным диплом ученика года получила десятиклассница первой школы Мария Фомина. Она впервые поднялась на сцену городской администрации. Конечно, здесь очень сильно помогает папа, сейчас бабушка. И, ну, заниматься, и, в принципе, выделяя внимание каждому предмету, хотя бы немного времени, всё получается. Быть успешными в учёбе и общественной жизни получается у 22 юных горожан. 15 человек получили награды в номинации «Интеллектуал». И ещё 7 в категории «Творческая личность». Дипломы и памятные статуэтки им вручали почётные жители Нарьинмара. Слова благодарности звучали в этот день и в адрес тех, кто подготовил лучших школьников города – родителей, классных руководителей и педагогических коллективов школ. Алена Валерь, Роман Делимарский, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова